Хей, ребят! Всем привет! С вами я, Майя Квеном, и это канал Пиксель. И сегодня у нас вновь распаковка машинок. Я думаю, по названию, по превьюшке об этом легко было догадаться. Но сегодня есть одно «но», о чем тоже, в принципе, можно было догадаться. Сегодня мы попробуем с вами распаковать абсолютно по-разному упакованные и интерпретированные для покупателя машинки. Итак, начнём. Сегодня у нас, во-первых, будет обычный Hot Wheels на картоночке. Потом у нас будет Автогрант в коробочке. Потом у нас будет Hot Wheels, который идёт в комплекте в Бургер Кинге. Затем у нас будет Hot Wheels, только на этот раз уже более дорогая линейка. И также у нас будет сюрприз от Автогрант. Сегодня, вот, причём прикол в том, что я не специально вот так собирал. Я входил, просто купил сначала Автогрант, яйцо и коробочку. Потом зашёл в БК, взял себе Happy Meal, в котором мне дали вот эту машинку. Потом зашёл что-то в Детский мир и просто, чтобы не выходить с пустыми руками, взял вот эту машинку. И потом зашёл в Детский мир и вижу, что вот этот вот Корректор Карс продаётся по огромной скидке. Но про цену я сегодня вам расскажу. Думаю, мне вот так нравится. Наверное, вот такую картинку вы и видели на превьюшке. Но давайте я всё-таки уберу. И я уже подготовил, в каком порядке мы всё это будем смотреть. Я так подумал, что будем смотреть от самого обычного и так повышать градус интереса. Итак, поехали. Первым, что у нас будет, это машинка Hot Wheels. Это у нас Roger Dodger из линейки Hot Wheels Art Cars. То есть разукрашенные машинки. И у нас вот такой вот автомобиль, разукрашенный под Steam Punk. Ну, чё хочу сказать. Ну, выглядит она прикольно для своего размера. Ну, такая увесистая. Давайте я ближе поднесу. Давайте я вообще опущу вот так вот. Увеличиваю слегка. И фокус. В общем, ребят, не знаю, что сейчас было, но почему-то картинка была какой-то серой. Вот такая машинка у нас тут. Что это за напись? Steam Punk. Да, Steam Punk. Снизу и что-то типа золотистого пластика. Сверху она такая черно-матовая с нанесенным ярким рисунком. Опять-таки фокус. Заметна аэрография в виде всяких механизмов. Ну, Steam Punk, понятное дело, золотисто-серебристые диски. Вот эти турбины, которые торчат снизу. И кто он? Воздухозаборник. Ну, или как просто говорят парни на улице, двигатель наружу торчит. В принципе, одна из самых красивых машин. Я еще хотел взять из этой же линейки машину, которая очень напоминает Volkswagen. Но присмотрелся и выглядит она довольно-таки дешево. Итак, отставляем эту машинку. Дальше мы берем автогрант. Это у нас Lada Priora, но разукрашена под такси. Причем тут не сказано под какое такси. Но мы-то с вами все видим под мое нелюбимое такси, под Яндекс. Разукрашена она, еще раз говорю, под Яндекс такси. Вот эта их характерная раскраска, желтая, с черно-белыми небольшими вставками. И надпись вот эта вот от 49 рублей. Вообще, Priora у меня уже была. И я даже немножко расстроился, когда узнал, что я взял Recolor, получается. Потому что там еще были такси, только другие марки. Надо было брать какую-нибудь Calino или Largus. Но взял и взял. Думаю, ничего страшного. Итак, у меня уже есть такси. По-моему, 7-ка, 2107 ВАЗ. Не помню точно. И Priora у меня тоже есть. В принципе, очень напоминает то, что ездит в нашем городе. Причем, если вот так смотреть, то по фарам она вообще как будто не похожа. То есть, в коробке она вот так лежала. Думал, боже, ну похоже на какую-нибудь Volvo. Но вот так мы разворачиваем. И, в принципе, встречаем знакомый рисунок. Кстати, мне проверили, как эта машинка катается. Ну, катается, в принципе, хорошо, но шумновато. Но мы выяснили, что это частично проблема уже моего стола. А вот эта машинка... Вот эта еще шумнее. Хотя не буду врать, ездить прямо. Я уже говорил неоднократно, что у них с осью тут все абсолютно по-разному. У Hot Wheels, мне хоть и нравится, автогран чуть-чуть совсем больше, но у Hot Wheels намного лучше сделана ось прощения. Здесь же она такая хлипенькая. Вот так вот делаем и слышим звук. В принципе, такая вот городская машинка, которая идет мне в коллекцию. Дальше давайте берем машинку Hot Wheels. Тут даже ножик нам не понадобится. Это у нас, кстати, не забыл сказать, Bone Shaker. В общем, на самом деле у меня таких машинок уже две. Но одну я взял, чтобы показать вам на обзор, чтобы в коллекцию добавить. А вторую, чтобы сохранить. Я сохраняю игрушки из Hot Wheels и Burger King нераспакованными, чтобы потом их продать. Итак, вот такая вот машинка. И в этой коллекции у нас еще идет динозавр. У нас птеродактиль, скорее всего, да? Ну, вот так вот это должно выглядеть. Так, катается она сразу. Окей. Давайте поближе ее рассмотрим. Это, в принципе, классика. Золотая классика. Золотой пантеон. Hot Wheels. Ух ты, спереди такой массивный, брутальный серебристый череп с подбородком. Скорее всего, это череп фулшмерца. Также что-то типа воздухозаборник. Ну, типичный, кто он, Bone Shaker. Только пластиковый. Полностью пластиковый. Вот раньше были металлические. Хотя не буду врать, тут тоже есть металл. Вот они, болтики. И, ну, блин. Ну, мне не нравится. Мне кажется, это каким-то уродством вот эти вот динозавры сверху. Ну, ладно, пусть будет. Кстати, вот я говорил в прошлый раз, что их лучше хранить без динозавров. Но я вот сейчас что-то присмотрелся. С динозавром они хоть какими-то комичными, а не постыдными становятся. Так что, в принципе, пусть так будет стоять. Я не знаю, буду я еще покупать машинки Hot Wheels или нет. В принципе, их там немного. Но я бедный студент, который каждую копейку экономит. Так, давайте следующее возьмем Character Cars, Робина. И я хочу кое-что достать. В одном из прошлых выпусков, когда мы уже распаковывали машинки Hot Wheels, у меня был уже Character Cars в виде Робина. Но там был Робин по мультсериалу... Блин, не помню, какому мультфильму. Но, грубо говоря, по более взрослому мультфильму. Этот у нас Робин по юным Титанам вперед. Такой более детский мультсериал. Да и сам Робин... Я забыл, что хотел сказать. Вернее, я не смог сформулировать то, что он Чиби, что уже говорит, что мультсериал по большей части детский. Там, кстати, еще в детском мире, где я покупал, был Character Cars по Диснеэну. Мне они вообще не интересны, вообще не нравятся эти машинки. И был Character Cars Железный Человек. Но он шел по фулл прайсу, и я как бы не стал его брать, потому что за 800 рублей, ну, типа, нафиг надо. Вот, если его никто брать не будет, я подожду, пока цена упадет, и тогда куплю. Итак, мы распаковали, картонку убираем, все это убираем шумяще. И вот так... Не, не, не. Вот это топ. Вот это вещь. Вот это, ну, окей, детская машинка. Итак, давайте посмотрим, как он... Давайте вспомним, как катается это для начала. Итак, мой шумящий стол и шумящие колесики тут, и... Ее еще и заносят куда-то. Давайте ближе чуть рассмотрим. Он мне напоминает какой-нибудь, может быть, не знаю... Ну, если из таких городских, Mazda что-то, или, может быть, если гоночный, то McLaren. И, в отличие от вот этой, которая стилизована просто под персонажа, машина, которая выглядит реально круто, но ее в прошлый раз смотрели, это же даже внешним видом показывает, что она какая-то вот мультяшная. Хотя, не буду врать, очень похожи, то есть, белые глаза, как на его маске, вот эта вот сама маска, ободок черный, типа, плащ, цвета его. Так что, в принципе, вот внешне, внешне я ставлю лайк. Особенно, кстати, за значок. Вот этот вот R. Даже фары, они капец какие реалистичные сделали. То есть, они их не всегда прокрашивают. Да, с фокуси. Они их не всегда прокрашивают, но Hot Wheels. Редко-редко они просто делают такими пятнами. А тут прям видно текстуру фары. Так что... А, еще и сзади номер есть. Что тут? Титаны вперед, да, по-моему? По-моему, да. Фары также такие грозные. Не будем спрашивать, что это такое. Оно, в принципе, вот так. Это и убирает. Это не сегодняшняя коллекция. А это идет сюда. Итак, быстро мы с вами расправились. Но у нас последнее и самое интересное, как по мне. Потому что тут присутствует элемент сюрприза. Это автогрант, яйцо-сюрприз. В нем могут попасться... Тут написано Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus, Lada X-Ray, УАЗ Patriot и УАЗ 3962-5. Не знаю, что это такое. Вообще, я говорю, не очень разбираюсь в отечественном автопроме, но как модельки у них... Модельки этих автомобилей классные. Лично я хочу УАЗик. Прям не могу как хочу. Итак, итак, давайте военный какой-нибудь УАЗик. Нет, нет, ну блин, ладно. Ну, в принципе, тоже неплохо. То есть, тут любой сюрприз будет классным сюрпризом. Что-то у нас Lada Vesta. Lada Vesta, Lada Vesta, скажи мне честно, ты из какого теста? Кто смотрел, ставьте лайки, посмотрим, сколько у нас тут зашкварных. И что это у нас? Серебристое Lada Vesta, раскрашенное под полицию. То есть, все официально. ДП... Вернее, не под полицию, а под дорожно-патрульную службу. По-моему, так, да? Я ж ничего не путаю. Флаг России, надпись полиция. Сзади даже прокрашено, вернее, написано Lada. Ничего себе. Ну, честно говоря, в отличие от самого автомобиля, моделька просто зачет. Просто бомба. Просто взрыв, отпад мозга. И, кстати... А, не, такая же хрень, как и всегда. Итак, как она катается? Ну, катается она, в принципе, как и любой другой средненький такой автомобиль. И, ну, в принципе, вот по внешнему виду хочу сказать то, что она реально действительно классная. Когда я говорю про российские автомобили, мне нравится либо старый автомобиль, который еще такие квадратные, либо новый. Потому что новые хотя бы иногда, ну, выглядят красиво. В отличие от тех же Prior и Kalin, которые я покупаю в свою коллекцию только ради того, чтобы было. Как бы оно больше имеет не статус наслаждения, а статус такой галочки, культовый, что ли, статус. Веста же, ну, окей, она действительно классно смотрится. Особенно с раскраской ДПС. Не знаю. Надо будет еще, наверное, взять без раскраски. У нас получается за сегодня стимпанковский автомобиль, такси, ход... Кто-то там... Боншейкер, Робин и полицейский автомобиль. Вот такой вот у нас сегодня наркопритон. Давайте я вот так вот приближу. Во. Все. Теперь красота. В общем, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то ставьте лайк. Я все-таки влезу в кадр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте то, что первая ссылочка в описании будет ссылочек на донат. Всем удачи, до новых встреч и пока.